Самые умные люди в нашей стране сидят дома на диванах и строчат сообщения в соцсетях или мессенджерах, особенно в переломные для страны моменты. Эти люди в состоянии раскрыть любой вселенский заговор, особенно заговор российских властей против своего народа. Они разбираются во всем без исключения, у них есть ответы на любые вопросы из любой области, политика, экономика, социалка, они даже знают, как нужно правильно управлять великой и могучей, были бы эти люди чуточку глупее, они бы тоже попали во власть и не считали сейчас копейки, оставшиеся до зарплаты, что это? А это мое резюме на несколько сотен комментариев, полученных в ответ на мой же пост, в котором я поздравил хабаровчан с победой на выборах 8 сентября. Напомню, там из 36 мест в парламенте только 3 досталось единороссам, ну вот он истинный рейтинг партии власти, а вообще молодцы жители Хабаровска, не поленились, пришли на участки, проголосовали и проконтролировали, затем процесс подсчета голосов, в итоге имеют сейчас то, что по-хорошему заслужили, об этом, собственно, мой месседж и был, ой, что началось? Да это все политические игрища, Фургалу просто разрешили, ой, разрешили поиграть в демократию, и вообще я слышал, что его скоро посадят. Я вот, вы знаете, когда читаю из речения всех этих диванных анонистов, так и хочу спросить, ну раз ты такой умный, что ж ты такой невостребованный-то сидишь, в рваных трусах и заштопанных носках, дышишь перегаром в монитор устаревшей модели компьютера, все пальцы уже стер, а клавиатуру? Че тебя в министры не зовут? Уверен, ты преволюцию в экономике сделал? Хотя зря я эту историю озвучил. Опять сейчас она на комментарии посыплются пачками. Начинаем! Нет, я действительно от души поздравляю хабравчан, которые в очередной раз показали всей стране, что если не пускать сопли пузырями, а хотя бы попытаться что-то сделать, можно добиться результатов. Те же, кто ныли и не собираются менять свою тактику, продолжайте в том же духе, я тоже считаю, что ваше будущее зависит непосредственно от зеленых человечков, которые однажды все-таки прилетят к нам с Кассиопеей и разгребут все ваши проблемы. Вы, главное, пальчиками по клавиатуре не переставайте стучать. Ладно, не будем об ущербных, давайте лучше о хорошем. Вообще, конечно, минувшие выборы стали исключительно показательными. Мы увидели, что в России, наконец, зарождается гражданское общество. Увидели, что людям не все равно. Я сейчас о людях говорю, а не о диванных отбросах. Это важно. Но самое главное, что все мы увидели, это то, что власти оказались не готовы перестроиться, сидя в своих креслах по 20 лет. Пихая на ответственные должности своих никчемных отпрысков, эти недоэлитные тети и дяди настолько оттупили и обленились, что они и сейчас не понимают, что произошло. Самый яркий пример, это, конечно, главный московский единорос Метельский, которому как только не намекали молотвали и ты в сторону, ну клейма же, на тебе ставить негде. Мы пролетаем над горной рекой и приближаемся к третьей гостинице Метельских, Моцарт. Это такой традиционный тирольский отель. На высоте пятого этажа из отеля торчит странного вида труба. И наше предположение заключается в том, что другой конец трубы воткнули прямо в бюджет города Москвы, для того, чтобы облегчить Единой России высасывание денег из страны. Нет, все равно человек поперся на выбор и в итоге пролетел, как фанера над Парижем. Фальсификаторы и пропагандисты тащили товарища до последнего, как могли, все равно не вышло. Теперь, подозреваю, из нового состава Мосгордумы в отношении того Метельского вот тонны депутатских запросов полетят и в конце концов свалит человек за Бугора, оставив вот такое грязное клеймище на своей партии. Там и так-то светлых пятен почти не осталось. Это реальная журналистика. Разбор полетов. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Впрочем, Метельский это только один маленький пример. Главное, что мы поняли после выборов 8 сентября, они все там Метельские, живущие в какой-то параллельной реальности, неповоротливые, не отражающие действительности, плюс недалекие. Вот еще, пожалуйста. Данная публикация меня очаровала просто. Заявление секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Турчака ержахнуло всех. Обратите внимание на время публикации. Вот оно внизу. 0 часов 16 минут по московскому времени. И это время публикации. Заявление, значит, было сделано раньше. Блин. Избирательные участки закрылись менее 4 часов назад. Подсчет голосов только начался. На тот момент, к слову, было обработано всего 1,5% протоколов. Это практически ничего. Секретарь Генсовета «Единая Россия» уже делает такие громкие заявления, «Мы жахнули там кого-то». Или российская газета. Главная газета страны. Не менее громкий заголовок. Беглов лидирует на выборах в Петербурге. Теперь снова смотрим чуть ниже. Когда оно вышло в печать. Было обработано 0,2% протоколов. Даже меньше, чем в первом случае. Меньше, чем ничего. А они уже о победе ЕР, как о случившемся факте, лопочут, делая официальные заявления. Повторюсь, господа. Вот это вот можно расценивать только в единственном варианте. Там была жуткая паника. Эти ребята не знали, что делать. И поэтому выбрали самый худший. И идиотский вариант, объявив по факту всему миру, что в этот раз они будут рисовать результаты. Получите, распишитесь. Прошедший единый день голосования подтвердил. Партия сохраняет поддержку очень значительного числа граждан нашей страны. Еще один излюбленный топорный прием Кремля. Нарушений на выборах не зафиксировано. А Памфилова эту фразу, по-моему, даже во сне уже говорить научилась. Ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным. Ну не зафиксировали они. Вся страна зафиксировала, а вот Памфилова, как обычно, ни сном, ни духом. Вот это видео из Санкт-Петербурга облетело весь Рунет еще восьмого вечера в Рунзенский район северной столицы. Муниципальный округ Балканское на часах 20.00. Избирательный участок уже закрыт, как вдруг появляется группа людей в сопровождении председателя УИК на минуточку и настойчиво пытается пройти курном для голосования. Настолько настойчиво, что в какой-то момент завязывается потасовка. Безобразие! Да вы что, вообще что ли? Все бы ничего, но в руках желающих проголосовать целые стопки бюллетеней, которые никто даже не прячет. Ой, бюллетени в руках! Еще и бюллетени в руках кучу! Еще и бюллетени! А почему они не? Они противоправные действия! Не провоцируйте! Кроме того, с собой эти люди принесли какой-то ящик, заполненный бумагами. Члены комиссии, кандидаты в депутаты, наблюдатели пытаются не допустить возможного нарушения. В дело вмешивается председатель УИК, который почему-то выступает на стороне этих самых нарушителей. Рядом сотрудники полиции, к которым обращаются. Подключитесь! Что происходит? Однако сотрудники полиции делают вид, будто вообще мимо проходили, и их случившееся не касается. Вы сбираете направо. Вот хулиганство. Человеку ударили и чуть-чуть не сломали эти самые... В кабинке для голосования. Полиция, вам не стыдно? Сделайте что-нибудь! Повторюсь, вся страна это видела, и только Памфилова нет. Смешнее другое. Когда данная история получила резонанс, в сетях начали появляться статьи следующего содержания. Три злодея с бюллетенями стали очередным фейком либералов. Очередным. Короче, якобы постановочно это кино. Оппозиционные кандидаты будто бы сами наняли этих товарищей, чтобы снять скандальное видео. Непонятно, правда, как в этот замес могли попасть и председатель комиссии. И полицейские, а впрочем, ну чего ждать-то от этих ребят, они и так врут с утра до вечера. А тут их совсем врасплох застали, и вот и пустились. Во все тяжкие. С другой стороны, резюмируя все сказанное, то, что случилось на этих выборах, это даже хорошо. Благодаря этим выборам и бездумным, откровенно топорным действиям нашей власти даже у ватников теперь не остается сомнения, насколько вся система прогнила и не дееспособна. Ребята, они даже выборы сфальсифицировать нормально не в состоянии, настолько обленились и деградировались, соврать красиво и то не могут. А что они тогда вообще могут? Хромая утка сама себя закапывает и пусть пока тешат свое самолюбие этой фейковой типа победы и главное здесь в другом. Именно эти товарищи активно помогают россиянам как можно быстрее стать гражданским обществом. И вот это хорошо на самом деле. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Жду на ютюбе, в соцсетях. В друзья не добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.